Продолжение следует... Я рад вас приветствовать в семинах Русской Христианской Бланетарной Академии. Фактически это наше последнее таклоофициальное мероприятие, которое проходит в рамках не только семинара актуальной религиозидения, но и нашего нового центра визуальной антропологии и визуальных медиа. Это конец сезона вообще учебной и научной деятельности нашей Академии. Ну, не конец в целом, да, не финал, а конец в этом учебном году. И вот по какой-то, может быть, и интересной для хорошей традиции так складываются обстоятельства. Звезды, карма, судьбан, рок завершает наше научное мероприятие. Выпускник нашей Академии, уже сложившийся исследователь, ученый. И тут надо через запятую говорить, там, писатель, путешественник, антрополог, культуролог, религиозид, что для меня приятно, коллега. Можно уже отнести деятельность Павла Валерьевича к деятельности визуальной антропологии, несомненно, то, что мы сегодня увидим. И для нас было интересно сейчас делать этот разворот в рамках семинара не просто на, ну, не на рассказ о перуанском шаманизме, дюжноамериканском шаманизме, но в том числе и на визуальную репрезентацию перуанского шаманизма. Несомненно, очень новое и интересное направление в антропологии, визуальной антропологии. Здесь представлены книги, которые были изданы в нашей Академии Павла Валерьевича. Их можно будет приобрести, в конце можно будет привести автограф сессии, взять автограф у Павла Валерьевича. Ну, наверное, это такое вот официальное начало. Спасибо. Прошу. И формат у нас следующий. Порядка часа выступления и 30-45 минут на вопросы и ответы. Здравствуйте, друзья, коллеги, гости. Очень рад вас видеть. И сегодня мы поговорим о шаманизме, южноамериканском шаманизме в контексте эпохи новой религиозности. То есть, собственно говоря, о современном положении шаманизма с акцентом на такую его визуальную сторону. Хотя, собственно говоря, шаманизм он всегда, в общем-то, так сказать, и визуален, с одной стороны, да, с другой стороны, потаён. И что-то мы можем увидеть, что-то можем и не увидеть. Поэтому иногда для чего-то нужно полное погружение, да, чтобы войти в это пространство и, так сказать, включённое наблюдение. Ну, конечно, с точки зрения, собственно говоря, вот того, о чём мы можем говорить, мы постараемся, так сказать, об этом сказать. Что касается, значит, ну, моей деятельности Владимир уже, так сказать, рассказал частичность. В этом году у нас было несколько интересных событий, в том числе очень таких вот примечательных событий. В музее истории религии прошла выставка, посвящённая южноамериканскому шаманизму, тайный язык шаманов Амазонии. И сразу же, так сказать, после завершения выставки в кунсткамере, в музее антропологии, да, прошло, произошло открытие в постоянной экспозиции, постоянной экспозиции, посвящённой латиноамериканскому, латино-латинской Америке в целом. Не только шаманизму, конечно. Поскольку я, конечно, в большей степени именно религиовед, то, естественно, я свой акцент ставлю именно на этих вопросах, связанных с шаманизмом. Безусловно, тема вообще, так сказать, латиноамериканского, латиноамериканских культур и в целом, да, она необъятна. Тема шаманизма тоже, в общем-то, в чём-то она необъятна. Безусловно, никогда невозможно рассказать во всём, так сказать, исчерпывающее. Каждый раз это, в общем-то, может быть такое новое... Какие-то мы пытаемся открыть новые стороны, новые грани, но, безусловно, не претендуя на то, что мы осветим все, так сказать, стороны и аспекты. Сам шаманизм в целом, он такое, знаете, как сказать, явление такого духовного экспромта, я бы так сказал. То есть это шаманизм не является, скажем так, набором догматов или о каких-то вероучительных положениях, в которые нужно верить. Это не какая-то совокупность знаний, которые можно просто вот так обучиться непосредственно от, не знаю, в академии или от учителя к ученику. Хотя, безусловно, обучение это есть, но оно никогда не является единственным, что ли, так можно сказать. Как один перуанский шаман, Дон Марсиаль, любил говорить, что я... Часто меня спрашивают, по каким книгам магическим я получаю знания свои, получил, кто у меня, там, какая-то там линия передач или еще что-то. Как я могу объяснить? Я не знаю, вообще не читал никаких книг. Вот. Мои книги и мои знания я черпаю из природы. И, собственно говоря, вот та зеленая библиотека, которой является Амазонский лес, и та природа, в которую погружен человек, частью которой он себя осознает, не отделяя себя от природы никоим образом, как это делает современный человек, не пытаясь пойти в противоборство с природой. Шаман, он, как, не знаю, можно сказать, как поэт, да, вот он вчитывается, всматривается в пространство природы, и в том числе и песнопение, и визуальный ряд, то есть те же узоры, так называемое кене, искусство кене, вот если брать племя Шипиба-Каниба, так называется это искусство, искусство узоров, это все не является таким вот чем-то привнесенным из просто, так скажем, фантазии. Это вот скорее вдохновение, вдохновителем всегда является непосредственно природа. Естественно, для шамана природа не воспринимается, может быть, так, как это, так сказать, как ее воспринимает человек эпохи модерна, да, то есть он не воспринимает, они воспринимают все отдыхотворенное, то есть все, абсолютно все живое, абсолютно все, совсем можно поговорить, совсем можно пообщаться, вот для того, что трубка, да, курительная трубка, да, это не просто курительная трубка, если это табак, мапачо, там, да, это дикий табак, вот этот вот, никотин, рустика, то это не просто табак, который современный человек, там, берет сигарету, да, выкурил, и все, так сказать, там, как, отвлекся, там, или расслабился, или наоборот, там, сосредоточился. Для шамана и вообще для представителя вот этой вот культуры это всегда будет общение. Это у табака есть, как, скажем, дух, так, обуэла, бабушки, там, дедушки, вот, всегда можно с ними поговорить, и более того, этот же табак, он передает особое знание, сакральные знания, да, то есть, причем такие знания, которые, которые, конечно, порой сам задумываешься, вот, является ли это плодом фантазии или нет, да, то есть, вот, извечный, так сказать, давний вопрос лично для меня, и, может быть, для некоторых других, кто знакомы с темой, да, вот, например, известный отвар айаваска, да, то есть, тот, что используется в церемониях, шаманских церемониях, вот, у него есть два ингредиента, да, то есть, на переводе, там, на латынь, да, это бинестриопсискапи и психотреаверидис, да, то есть, собственно говоря, сама ляна, ляна и чакруна. И вот компоненты, которые в него входят, они удивительным образом, сочетаясь между собой, они, вот, обладают именно тем эффектом, который, который нужен, да, вот, для проведения церемонии. И сразу оговорюсь, что на территории нашей страны все это запрещено, нелегально, вот, поэтому никакой пропаганды мы не ведем, просто информируем именно в антипологическом контексте. Да, вот, как это возможно, никто толком не может ответить, причем не ученые, нет, ученые как раз не могут ответить, а вот шаман или, так сказать, представители архаических культур, конечно, безусловно, они имеют ответы, хотя, в целом, мифы, может быть, отчасти разнятся, мы можем встретить разные вариации, но, тем не менее, всегда встречаются такие мотивы, что это именно духи обучают шаманов вот этой вот практике и приготовления, которые мы описывать не будем, да, вот, и практике употребления и прочее, так сказать, вот, и по одной такой известной версии, именно с помощью, через духа мапача, то есть, через дух табака, вот этого дикого табака, произошло вот это обучение, то есть, оно было, обучилось, человек был обучен через табак, да, то есть, и вот это во всем, то есть, нет ничего, что не могло бы, с чем нельзя было бы вступить в общение, с одной стороны, да, и, с другой стороны, нет ничего, у чего бы можно было бы чему-то поучиться и получить какие-то знания и вместе с тем получить и мудрость, и свой род такой тонкую энергию, да, то есть, шаман, и так вот в двух словах скажу, да, что, давайте так, вот сейчас я вам покажу, так, чтобы очертить регион наш, да, вот мы вначале будем так сужать, да, то есть, это вот амазонские джунгли, да, вот они очерчены с одной стороны Анды, с другой стороны, вот видите, Ганское Нагорье, Бразильское Нагорье, и вот, собственно говоря, огромнейшая территория, которую занимают амазонские джунгли, да, это самая богатая по флоре и фауне территория, да, планеты, да, и, собственно говоря, вот здесь обитает множество племен, территориально они относятся к разным странам, хотя они всегда, сами индейцы знают о том, что в какой они стране живут, да, и, возможно, тоже прецеденты происходят по этому поводу, когда, вот, например, там племя Кафан, оно вот было территориально разделено, то есть, одна часть осталась на территории Колумбии, другая Эквадора, и вот они этого не знали, что, оказывается, там границы, потом у них там были определенные проблемы, пока им очень долго не объясняли, что они, в общем-то, живут теперь в разных странах, вот, это что касается в целом, это вот, кстати, да, это Тайпо Херувенкет, это шаман из племени Кафан на территории Колумбии, территории Колумбии, вот, он же, это его сестра, вот, это его сестра, у нее я долгое время жил, и, в общем, так сказать, это очень интересная семья, которая, скажем так, оказалась в эпицентре вот этих вот событий, развернувшихся на территории Колумбии, это вот, знаете, может, там это вот регулярная армия и партизаны, вот, вот они между собой, ну, там, первопартизаны, они такие еще те, они там, помешаны у них на, все это на, как сказать, на наркотиках и все прочее, короче говоря, там история темная, запутанная, в итоге страдает само индейское население, ну, в этой, на этой территории очень редко можно встретить туристов по определенной причине, в том числе даже и туристов со стороны, из богаты, там, из Колумбии, то есть из столицы, вот, и это, ну, интересно тем, что, конечно, там вот такой вот уклад, он еще сохраняется, можно было, так сказать, с ним ознакомиться, а это, да, другой шаман, только это уже, получается, со стороны Эквадора, фактически вот они родственные племена, вот, во время начала, так сказать, церемонии, да, вот, все, все подручно, все используется, все, что, так сказать, под рукой, вот, это, вот, племя Шапиба-Каниба, вот, это тоже в свое время было два разных племени, потом они объединились и, собственно говоря, вот стали единым таким вот племенем, хотя, говорят, говорят они на одном теперь языке, язык группы ПАНО, очень распространенный на зонственном регионе, СИЯ, да, А это, вот, собственно говоря, сужая вот этот вот диапазон, вот в районе там вот Пукальпа, здесь вот, наверное, видите, да, там обозначено, это Пукальпа, Икитос, вот, собственно, там обитают племена Шапиба-Каниба, и это племя, которое, ну, скажем так, для меня многие годы уже наиболее, так сказать, такое вот интересное племя с некоторыми представителями, и племенем, конечно, сложно назвать, это скорее народность, может быть, правильно даже так сказать, и от нас, поскольку это 35 тысяч человек, вот, и это, так сказать, плюс-минус, там 150 общин, коммунидадос, то есть это, почему-то, так сказать, достаточно такое вот обширное население, но оно интересно тем, вот, прежде всего, для меня, что они являются таким вот связующим, что ли, звеном или носителями традиций, которые передавались им некогда инками, то есть это вот интерес само по себе, и я это не раз отмечал, что вот прежде всего сейчас шаманы, как носители вот именно древней культуры, они вот до недавнего времени, а до этого и прочие представители племени, они говорили на, кроме своего языка, то есть на языка группы пана, вот на языке шапива, они еще и говорили на кечева, и при этом еще сохраняется ряд мифов, которые, в которых главное божество это инкадеос, да, то есть бог инка, вот, бог инка, соответственно, это, нельзя его воспринимать, как вот я вот расспрашивал, да, так сказать, его нельзя воспринимать буквально, что это вот именно тот инка, что это вот, это не Тупак Умару, там, не какой-нибудь там другой представитель императорского рода, это скорее как вот понятие там, ну, царь, император, да, то есть это вот некое такое вот божественное такое вот первоначало. Сложно сказать, конечно, сложно сказать, в какой момент и как вот формируется та или иная вот картина мира, то есть вот в мировоззренческом плане, то есть что является привнесенным, что является, так сказать, более древним, поскольку письменности у этого народа не было, как, собственно говоря, и у инков, да, то есть у Кечуа, то все, что нам известно, это некоторое свидетельство этнографов, путешественников, причем в большей степени это были путешественники, непрофессиональные, там, миссионеры, которые, так сказать, тоже вот у них был свой взгляд и свое восприятие, так скажем, действительности, свое преломление, вот, а поэтому очень сложно здесь вообще оценивать, вот, например, исходя из недавней картины мира, которая представлена, вот, как, ну, скажем так, не знаю, там, классическая, не классическая, но она скорее классическая, почему? Потому что это вот 50-е, 60-е годы прошлого века через миссионеров и этнографов, да, вот, было составлено вот это вот описание, как сказать, мироздания, как его представляют индейцы, то есть как представляют Шипи-ВК небо, да, и насколько она может быть удревнена, мы не можем сказать, то есть, да, в 19 веке там, да, встречаются такие описания этого племени, но там, собственно, ограничивается пониманием таким, что, такой, знаете, идея спящего Бога, да, то есть это вот существо, которое, которое вот сотворило Вселенную, сотворило мир, дедушка такой вот, и вот тут он отошел от дел, собственно говоря, он не занимается, никак не вовлечен в процессы, творящиеся, так сказать, на земле и вообще, так сказать, в мире, но периодически, когда там какое-нибудь там либо землетрясение, либо наводнение, либо еще какой-то катаклизм, то, естественно, его пытаются до него достучаться и, так сказать, обращаются к нему, чтобы он все-таки вмешался и как-то вот повлияло на ситуацию, вот. И в контексте именно новой религиозности я вот был свидетелем несколько лет, я, скажем так, в полевых условиях многократно посещал одного шамана, Дона Марсиале, да, вот он здесь обозначен вот в этой книге как Дон Ячек, вот, Ячик это, собственно говоря, это обладающий ячай, это на языке кечуа мудрость, то есть это вот такое вот, как сказать, мудрое существо, мудрец, и вместе с тем самоназвание тоже вот на языке кечуа, вот такого вот мудрого мудреца, шамана, знахаря, вот. В его мировоззрении уже переплетено множество, так скажем, вот таких вот, каких-то вот аспектов, что ли, не знаю, там, блоков мировоззренческих, это и традиционное мировоззрение Шипиба, и это же и христианство, причем переосновленное по-своему, вот. Насколько это можно назвать синкретизмом, я не знаю, потому что синкретизм, наверное, все-таки в большей степени является, это вот такое явление, как скажем, которое больше характеризует нечто такое, ну, не знаю, как Франкенштейна, да, то есть из каких-то вот фрагментов собранное, вот, где-то случайно, где-то осознанно, но что-то вот такое все равно не гармоничное, ну, во всяком случае, так у меня видится, а то явление, которое вот я обнаружил через вот общение с, в частности, с Гоном Марсиалем, и с рядом Курандера, с кричевателем, я увидел, что они скорее ассимилируют новое прочтение реальности, да, то есть это они, это как, собственно говоря, шуманизм во все времена, он умел адаптироваться к современным условиям, при этом где-то сохраняя какие-то свои константы, какие-то вот некие, такие какие-то вот отличительные черты, да, и в том числе относящиеся, собственно говоря, к психопрактикам, да, и вместе с тем никогда шуманизм не был вот таким вот законсервированным или зацементированным в каких-то вот догматах, в каких-то положениях, и поэтому для меня лично вот шуманизм в этом плане интересен тем, что он всегда всюду вот вливает какую-то вот струю такого свежего воздуха практического подхода, то есть это всегда какое-то непосредственное общение, для шамана не может вот так вот просто сидеть и рассуждать, там, вот, а давайте просуждаем о, там, ангельской, там, божественной, там, иерархии, там, да, и вот сейчас вот там проведем, вот сейчас вот прочитаем это, это сравним, и вот, так сказать, проведем такой сравнительный анализ. Для шамана, скорее, все-таки это, это прежде всего личное, непосредственное, вот, прочтение жизни, реальности, именно в том виде, как она ему представляется. То есть вот она представляется ему таким образом, что вот живет, допустим, шаман в племени, в, скажем так, еще до прихода испанцев, да, или еще даже до прихода инков, да, это будет одна картина, это будет, собственно говоря, этот опыт, который, это вот всматривание в мир, это вглядывание в реальность, это будет то, что мы можем, так сказать, назвать, там, условно говоря, там, многовожием, да, вот, то есть это будет множество духов, это будет такой вот анимизм, анимализм, вот, это будет что-то такое, все будет проникнуто таким неким духом такого именно политеистического многополярного мира. Соответственно, потом приходят инки, появляется новая, так скажем, картина мира, где вот выделяется некое такое вот, скажем, если не первоначало, то как минимум такое верховное существо по отношению к прочим, да, то есть здесь тоже такие могут быть политеистические воззрения, но при этом уже есть какая-то такая вот центральная власть. Соответственно, это также отражается и в мировоззрении шаманизма. Дальше, когда приходит христианство, то, соответственно, мы видим, что в мировоззрении и самого суманизма вот эта вот идея первого дворца, Бога, значит, творящего мир, она также вот включается и переживается, проживается шаманом. И вот в книге «Шаманизм на новом свете» я как раз постарался, вообще, не знаю, насколько это получилось судить читателю, передать вот эту атмосферу именно в такое вот мировоззрение человека, который все это проживает, проживает на собственном опыте, и это очень гармонично. Честно говоря, я вот слушая его, я вот как-то по-новому чувствовал, даже вот я вот, как скажем, мы все там говорим, да, Бог есть любовь. Когда ты видишь человека, который живет вот по любви, он живет вот, проникнут всем вот этим духом, он просто, это вот воплощено не в каких-то там красивых словах и терминах, это воплощено вот каждом, не знаю, каждом, каждом акте жизни, вот это в каждом таком мгновении. Действительно, это удивительный человек. Вот, конечно, разные шаманы, разное мировоззрение, разные воззрения, разные взгляды. Поэтому, в целом, опять-таки, вот в книге «Священный космос шаман» я вот описываю некие, такие вот константы, собственно говоря, почему мы можем каким-то образом, да, идентифицировать, что вот шаманизм, а не что-то другое. Но вместе с тем, все очень зависит именно от роли каждого конкретного шамана, с которым мы имеем дело. То есть это вот, не знаю, наверное, близко к чему-то такому очень индивидуальному, с одной стороны, да, такому поэтичному, чему-то, что можно, вот каждый шаман – это отдельная вселенная. Вот, поэтому мне в этом плане всегда было интересно, вот, жадно, так скажем, поглощать такое вот общение, информацию от разных шаманов. Некоторых из них уже нет сейчас в живых, то есть я вот где-то там около 15 лет назад туда вот погрузился. И, собственно говоря, вот очень жаль, что некоторых из них нету, и с ними уходят целые миры. Я бы не скажу, что вот есть такое вот, скажем так, распространенное такое вот мнение, что вот была какая-то вот непрерываемая такая вот древняя традиция, и только сейчас, в наше время, вот в эпоху новой религиозности, да, мы сталкиваемся с тем, что вот традиции рушатся, что рахаическое такое мировоззрение разрушается, и что вот сейчас оно сменяется таким вот, чем-то таким вот там неушаманизмом, или каким-то там нивейджем, или еще что-то, каким-то какой-то эклектикой. Вот, я думаю, что это отчасти так, но это так было всегда. То есть традиции никогда не существовало, во всяком случае, тех традиций, которые были устными традициями, да, которые нельзя было, так сказать, жестко зафиксировать письменно, и потом говорить, вот ты следуешь, так скажем, вот этим вот положением, или не следуешь, да, вот тогда этого нет, все очень живое, пластичное, и каждое новое поколение, при том, что оно заявляет вот этой вот традиционности, оно вместе с тем транслирует и некие вот то, что было, и впитывает новшества, да, причем новшества, это может быть там встреча двух соседних вот, соседних или там дальних племен с разным пониманием. Это может быть как раз-таки встреча каких-то племен с цивилизацией, там, да, это вот, например, как с инками. Естественно, они воздействуют на их мировоззрение, естественно, они меняют их мировоззрение, но мы можем зафиксировать это как точку отсчета, да, совершенно условная точка отсчета. Равно как не существует автохтонных племен, также не существует, скажем так, за которыми была закреплена территория на веки вечная, да, также не существует, и, собственно говоря, вот каких-то мировоззренческих таких вот парадигм, да, каких-то взглядов, которые бы не менялись от поколения к поколению. Вот, ну, давайте, поскольку у нас все-таки визуальная, да, вроде бы такая должна быть составляющая, чтобы вас не забалтывать. Вот, если, кстати говоря, есть какие-то вопросы, вы можете задавать по ходу, либо вот потом, в конце, там, да, вот сколько-то... Ну, вы сейчас фильм уже хотели... Нет, я еще хотел показать несколько, там... Ну, можно решать, как лучше, да, либо по этой части какие-то вопросы... Да, пожалуйста, так что, в общем, как это... Чувствуйте себя свободно, если хотите потом, либо вот запомните ваши вопросы, либо... Записать, вот я уже записал. Хорошо, тогда давайте еще немного посмотрим. Так, вот это вот то, что было зафиксировано, так скажем, в позапрошлом веке, как вот жили Шапиба и, так скажем, близкие к ним племена. И интересно то, что очень много до сегодняшнего дня, буквально именно до сегодняшнего... То есть, ну, если не сказать, что прямо до сегодняшнего-сегодняшнего, то вот до тех времен, когда я там впервые оказался, именно что это было не для туристов, это было для, значит, называться для себя, те, ну, скажем так, эти бытовые, такие вот будничные, вот эти вот, как сказать, ведения хозяйства, да, вот оно сохранялось с древнейших пор по настоящее время. Вот, вот называется там ленточный способ произведения керамики, да, то есть, когда вот сваливается такая вот колбаска, да, вот она по кругу, придавая определенную форму, оно вот так вот без использования гончарного круга, да, создаются вот эти вот керамические кувшины, керамические тарелки, причем здесь это, ну, это просто, так сказать, вот такая картинка, а они могут совершенно иметь удивительную форму, причем огромные размеры, и дальше они потом расписываются, тоже все делается вручную, делается это растительными красками, дальше это там обжигается все, то есть, это вот все, как скажем, с давних пор, вот, это вот тария или кушма традиционная, фактически она вот с некоторыми изменениями, ну, если это, скажем, вообще верить этому художнику, что он абсолютно адекватно отразил, вот, также это дошло и до наших дней, естественно, сейчас уже, ну, в самое последнее время они так не одеваются, они ходят, как, и все, так скажем, там, европейцы, там, белые люди просто в обычной рубашке, в шортах, там, в резиновых сапогах, если там это полезно, если так, по-сихому, вот, так они уже выглядели, вот, традиционная хижина, но это, скорее, вот, именно, даже не хижина, здесь показано, как сказать, это, что можно правильно сказать, кухня, да, то есть, это, вот, там очаг, и, там, как сказать, приготовилась, готовилась та же пища, которая готовится и сейчас, в этом плане, изменений, перемен, больших нету, то есть, это, в основном, юка, мняк, это, крохмол содержащий, так сказать, картошка джунглей, это рыба, собственно говоря, укаяли главной центральной реки или притоков, это дичь, которая, которая, так скажем, удается подстрелить, и, в целом, вот, это, вот, такая вот, основная рационность, естественно, это плата, у нас бананы, то есть, причем бананы, это и жареные, и вареные, и, так скажем, сырые, и, в общем, так сказать, во всех видах, и вот так вот, такая вот, да, такая кухня, а это, это уже современные, шепьи, только вот, где-то, 50-60-х годов, прошлого века, в принципе, сейчас, вот, так сказать, когда ты приезжаешь в поселение, они, то есть, их долго миссионеры учили одеваться, так скажем, закрываться, поэтому они скорее, вот, закрываются от белых, а когда белые, там, скажем, вот, уходят, они вот, обратно, вот, раздеваются, в общем, не чувствуя в этом никакого смущения и чего-то зазорного, это вот, тоже так выглядели Шепьи Ба в середине прошлого века, рисунки, вот эти кино, они тоже такие вот, интересны тем, что, кто был на выставке, обратил на это внимание, в Государственном музее истории и религии, что есть, скажем так, более такая вот, древняя версия, которую можно условно назвать классическая, есть более современные, в более древних, это вот геометрические узоры, геометрические фигуры, в более современных, это, такие вот, какие-то уже, птички будут, там, какие-то, значит, отражения визуального ряда, так скажем, это может быть, та же лиана, это та же, это может быть, с кувшин, гигуар, там, или еще что-то, вот, опять-таки, как к этому относиться, я тоже не склонен, воспринимать, что это, что это некое, так скажем, прерывание традиций, потому что, например, в более давние времена мы видим такие вот узоры, ну, что ли, они такие вот более масштабные, и не такие детальные, не такие вот емкие, как вот, например, в начале этого века, то есть, все равно идет эта вот динамика, это скорее отражение, именно, так скажем, визуальное отражение, да, чувствование мира самими индейцами. Как-то, однажды, вот, у нас было, так сказать, несколько человек, ну, скажем так, у меня группа была, и пришли на ночную церемонию шаманы, причем собралось там семь шаманов, вот, там и мужчины, и женщины, и пожилые, там, за 90, там, или под 90 лет, и, и, и такие вот, достаточно молодые, и вот, когда они пели, вот, буквально у всех присутствующих сложилось ощущение, что это вот, как сказать, это вот, как будто бы один дух, который, воплощает себя, вот, через разные голоса, вот, и, нельзя вот, например, связывать, ну, не стоит, во всяком случае, связывать только, допустим, что, например, эти узоры, да, конечно, это правда, что вот эти узоры, они предстают, например, во время, там, церемонии Айаваски, да, но, тем не менее, и разные, в зависимости от диет с разными растениями, этот узор будет меняться, вот эти, как скажем, кто-то называет его энергетическим узором, да, вот эта вот картина, она будет меняться, но, тем не менее, да, она, так сказать, в такой яркой форме она присутствует, но женщины, а именно изготовление вот этих вот тканей, и узоров, это женское искусство, и вот большинство из них, они сами не участвуют, то есть в ритуалах, то есть они не пьют ничего, они просто живут этим, то есть они пропитаны этим, там весь дух, все пространство пропитано, вот этими вибрациями, которые визуализируются, да, вот таким образом, либо пропиваются через икарус, то есть песнопение, через то, что, икарус, это вот на языке кечуа, на шипиба, это бева, есть еще маша, это вот такие песнопения, связанные с, ну скажем так, лирического, любовного такого плана, то есть это как, вот у нас сейчас все получится, мы покажем вам, там, и то, и другое, что касается, да, вот этого воплощения, то это удивительно, поскольку, поскольку ты ощущаешь, что с одной стороны, сами индейцы, они впитывают это, в общении с природой, окружающей их природой, то есть это не что-то, что, я говорю, они по каким-то образцам делают, женщины, они не используют, вот, например, какие-то трафареты, чтобы, чтобы вот, создать вот эти вот удивительные, там, красоты, узоры, это всегда как бы, такое внутреннее вдохновение, где-то они могут быть, ну скажем так, вот похожими, или узнаваемыми, но вместе с тем, если приглядываешься, то это вот как, как какая-то вот, не знаю, карта, где с одной стороны кажется, что все это, ну вот, это вот ты узнаешь, что это карта, но вместе с тем маршруты, они очень разные, очень разные, разные узоры, поэтому это тоже очень интересно, поскольку, как это вот, визуальная антропология, лучше все это один раз увидеть, чем раз услышать, конечно, чтобы ощутить, что это действительно именно так. это вот здесь ребенок, ребенок, это так до недавних, ну тоже опять-таки, 50-60-е годы прошлого века, это была такая у них там, традиция ритуальной деформации черепа, вот здесь вот опять показано, вот как-то такие накладывались дощечки, вот, такая традиция, опять-таки, скорее всего, передалась им от тех цивилизаций, через инков, и тех цивилизаций, и культур, которые использовали подобную трепанацию, нам известны разные регионы, и регион Наска, и Паракас, и другие регионы, где использовалась такая практика, вот, и многое другое, в том числе, ношение Кушмы, Таи, это, опять-таки, передавалось от инков, от тех цивилизаций, которые приходили на эту территорию, здесь мы видим, вот, как один из вариантов, вот этой вот, от деформации черепа, хотя, конечно, когда, вообще, в целом, путешествуешь по Перу, Боливии, да, то есть, там, ты встречаешь, иногда, такие формы, удивительное черепо, где, в каких-то случаях, ты можешь согласиться, что это, была такая искусственная деформация черепа, а в некоторых, форма черепа, настолько увеличена, что заставляет задуматься, что, не были ли они такими сами по себе, без каких-то привнесений, искажений, но это такой, долгий разговор, и не сегодняшняя тема, тем не менее, все равно, это весьма интересно, вот, варианты, черепа, да, это все тоже из того времени, вот, кто был на выставке, музей среди велики, увидел, то есть, из моей коллекции, там, практически, они в таком же виде, и сейчас, эти вот нагрудники существуют, защитные, очень хорошо вижу, ну, по-моему, нет, еще есть такие деревянные мечи, в фильме я покажу, которые тоже использовались, в общем, как боевое оружие, поскольку это очень твердая древесина, то она вполне себе могла использоваться, именно как настоящее оружие, ну, вот, это просто, где пролистает, визуальный яд, поскольку это, опять-таки, можно об этом говорить еще недолго, это вот традиционная трубка, да, именно так, такой она была тогда, и до сих пор еще используется, вот она, в смысле, изготавливается из, может, твердых пород древесины, из мундштук делается из кости обезьяны, вот, бульки, это изготовление сосудов, обжиг потом происходит, это вот оно, нанесение рисунка, это те рисунки, которые были в прошлом веке, в общем, все черно-белые, это понятно, это все, что относится к середине прошлого века, образцы узоров, это вот, собственно, уже современное, шапиво, конечно, в большей степени, сейчас, это скорее уже, ну, если не фольклорные, такие вот коллективы, да, то все-таки, это такое вот, там, то, что одевается на какие-то праздники, то есть, это не то, что люди носят постоянно, ежедневно, хотя женщины некоторые, даже в селах, даже, собственно говоря, у себя, там, они еще, еще может быть, в некоторых регионах, они вот носят такую одежду, но чаще всего таких женщин, сейчас можно сравнить, увидеть в городах, в таких как Пукальпа или Якито, в основном, они занимаются продажей сувениров, да, наносятся трафаретами, эти рисунки на лице, краской уидой, это просто как пример таких вот, зоной одежды, женщин, вот, кстати, здесь есть деревянный меч, деревянные мечи, здесь отражена вот такая вот, такая классическая, чтобы, металлогия, долго останавливаться не буду, просто, поскольку времени у нас немного, и кто-то уже знает об этом, кто-то, слышал, читал, опять, но только вкратце скажу, что это, как сказать, здесь отражено четыре мира, четыре мира, как они предстают, вот, мировоззрение Шапиба, то есть это наш мир, нонныты, который также населен духами, и, скажем так, в нем обитают и люди, и животные, и птицы, духи, это хененит, это подводный мир, в котором, как сказать, главенствует такой подводный змей Руни, и он является, скажем так, что ли, можно так сказать, дуэнером, хозяином подводного мира, вот, надо, самой высокой лукуной, возвышается паншинный-то, это такой мир, ну, если так можно, со всеми оговорками сказать, злых демонов, то есть это такое, что-то вроде чистилища, да, то есть это... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok